Итак, дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. И первым представляю бойца в синем углу. Ему 19 лет, росту 78 сантиметров, без 63 килограмма 800 граммов. Его стиль — рукопашный бой. Это его профессиональный дебют, представляющий город Новочеркасск, Россия. Вот он, Саид Газимагомадов! А в красном углу его соперник. Бойцу 22 года, росту 71 сантиметр, вес 64 килограмма 700 граммов. Его стиль — рукопашный бой. Профессиональный рекорд бойца. Один бой и одна победа, представляющий Ростов-на-Дону. Приветствуйте, Давид Варанко! Райпери в клетке Ашота Шуген. Начинается турнир ACA Young Eagles 40. Саид Газимагомадов против Давида Воронкова. Статистика на ваших экранах. Молодые, дерзкие, голодные бойцы в клетке. Ашот Ашуген в качестве рефери. Три раунда по пять минут. Здесь все стандартно. В этом формате сегодня у нас пройдут все поединки без исключения. Готов, боец? Готов, боец? Почли, работаем. Бой. Итак, поехали. Первый роман. В синем углу Саид, в красном Давид. Повыше Газимагомадов. Пытается он прессинговать из центра уже в начале. Работа из двевосторонней стойки. Немного наклоняясь вперед работает представитель Ростова-на-Дону. Давид Воронков. Пошел вперед. Попытка побороться удачна. По крайней мере промежуточный результат есть. Да, первый тейкдаун и практически в хавгарде уже оказался Давид Воронков, за которого, конечно же, переживает публика. Трибуны постепенно в КСК «Экспресс» заполняются. Хороший контроль. Правую ногу переместить не сумел. И тем не менее не оставляет попыток Давид Воронков. Все-таки улучшит свою позицию. Здесь корпус голова. Продолжает удерживать позицию. Накидывает неплохо, кстати, и тот, и другой. И вот так вот у нас два базовых рукопашника недолго оставались на ногах. Очень быстро Давид пошел в борьбу. И пока это ключевой момент в первом раунде. Очень много пространства. И больших проблем у Давида пока не возникает. Полторы минуты практически позади. Попытка моста. Неплохо поднимается здесь Саид. Хороший захват за корпус сейчас у Давида Воронкова. Зацеп не состоялся. И сверху уже оказался Саид. Здорово сконтрил Газимагомадов. Разобрался в ситуации. Ответный тейкдаун получился. Теперь он уже в гарде. Да, полноценный такой закрытый с попыткой сейчас как раз поработать из этого положения. С правой руки Казимагомадова, но нет. Отпустил ситуацию, встряхнул руки Саид. Все-таки желает он продолжать поединок в стойке. Джеф. Ой-ой-ой. Еще один идет вперед и пропускает несколько ударов в голову. Тем не менее, вцепился в одну ногу. Давид Воронков пытается провести еще один тейкдаун. Прикручился на спину и есть очередной перевод в исполнении бойца из красного угла. Причем в очередной раз попытка с зацепом. И на этот раз она увенчалась успехом. Хороший боковой контроль. Ну что ж, пока все-таки в борьбе Давид переигрывает соперника. Но сколько сил он тратит на эту борьбу и хватит ли его на все 15 минут? Вот только пол раунда прошло. Позиция полного маунта уже. Там неудачно мастил Газимагомадов и попался в итоге на фуллмаунт. И вот что сейчас. Все шансы есть на самом деле у Воронкова очень многого добиться в первом раунде. Один раз уже здорово смастил Саид Газимагомадов. И здесь, конечно же, необходимо Давиду следить за тем, чтобы Малат не становился слишком высоким. Не удается освободить руки. Все-таки еще много сил, хотя хамерфисты летят. Будто гвозди забивают в голову. Еще один мост. Нет, не удается никак вырваться. Саиду. Очень много ударов. Но пока не приходится говорить о пассивной обороне со стороны бойца из синего угла. Да, ни в коем случае еще в ответ пытается наносить удары Газимагомада. Вот здесь стал много пропускать в голову. Очередные молотки летят. Причем эти молотки были по большей части в лоб, да, и там в переносицу, но не в челюсть. Но очень акцентированные удары. Ну, так или иначе, пока уверенное преимущество Давида Воронкова вырисовывается по первому раунду. Вот здесь еще попытка моста, но на этот раз почувствовал этот эпизод. Воронков гораздо лучше, чем предыдущий подобный. В другую сторону выкрутиться тоже не получилось. Еще один хамерфист. Много сил здесь тратит, конечно же, Саид Газимагомадов, попытаясь выбраться. Еще несколько ударов в голову. Можно ли здесь говорить про 10-8? Ну, сразу в таком положении закрадываются, конечно, такие мыслишки. Локоть. Нет пока рассечения. Но урона все больше принимает Газимагомадов. 20 с небольшим секунд до конца этого раунда. И продолжает выживать здесь Саид. Ну, а Давид набрасывает хорошие удары. Уверен он расположился на сопернике, даже не думает о переходе на рычаг. А вот теперь начал думать, как только я это сказал. Ну, я думаю, что просто времени не хватит здесь довести прием до ума. И смотрим, смотрим. Все, перерыв. АПЛОДИСМЕНТЫ КАРАНТИНЫ Продолжение следует... 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 Весь кошмар опять начинался после фуллмаунта. Так или иначе у Саэта будет еще один шанс. Понятно, что по очкам выиграть этот бой Газима Гаматову уже не получится. Ему нужен только досрочный финиш. Но важно опять же сейчас понаблюдать, в каком функциональном состоянии каждый из этих парней выйдет. Но опять же, вот в свой угол Саэт отправлялся абсолютно бледный. Ринец или сразу в борьбу Давид, как он это делал в первом-втором отрезке. Потерпели, поработали. Пошли. Поддержала Шуян бойцов. Тяжело дышит и воронков, посмотрите. Идет он в борьбу, хватает ногу, но вот так вот легко переводит. Неужели не ожидал Саэта этого момента? Если ожидал, то сделать ничего не смог. Гард. Да, такой, наверное, суперочевидный был бы проход для первого раунда, для самых начальных мгновений. А здесь просто уже не хватает кондиции среагировать на уже достаточно очевидный эпизод. Корпус, голова. На самом деле, Давид Воронков имеет полное право просто сушить этот поединок и работать по корпусу, по голове. Не в самом высоком темпе. Время будет работать на него в любом случае. Ну, не будем забывать и о другой стороне медали. Все-таки в AC Young Eagles парни работают не только за гонорар, не только на победу, но и за то, чтобы попасть в основное направление AC. Да, на номерные турниры, и мы понаблюдали большое количество ребят, которые уже туда попали. Есть еще и звезды, но определенно, да, берем здесь уверенное выступление от Воронкова, но при этом хотел бы еще сакцитировать внимание на характере, да, на воле Саида Газимагамада. Сил уже немного, три с половиной минуты. Уже докатывают в целом поединок парни, хотя... Ну, докатывает именно Давид. Саид-то вряд ли согласен с таким положением мячей. Ну, я имел в виду, что темп сильно снизился, и удары есть, просто они медленнее. Но желание абсолютно то же самое, что и в начале. Вот представляете, если прямо сейчас возьмется и поймает на треугольник, да, тот же соперник. Ведь может получиться, если немного зазевается Воронков. Но пока Воронков очень внимательный, очень здорово работает, и посмотри, какой ровный темп. Очень-очень ровный корпус, голова, переводы, удары молотками. Горошие, плотные акцентированные попадания боковыми. Все есть, абсолютно все есть, и никаких сомнений судейскому корпусу он и не оставляет, кстати, и в этом раунде. Получается, что вот опять же, возвращаясь к мыслям, которые мы озвучили в самом начале, в битве двух выходцев из рукопашного боя, мы наблюдаем такое обилие борьбы. Но не будем забывать, что в этой самой борьбе в первом раунде был эпизод у Саида, когда он перехватил инициативу, но закрепиться не сумел. Смотри, делает прием сейчас, зажимая ребра. Ножницы, да. Да, но немножко не хватает, нужно завести руки поглубже за бедра. И еще раз поплатился за этот прием от Воронкова несколькими ударами. Что-то, а, скотч отлетел, пластырь с груди. Да, Капы на месте, тем временем слева локоть прилетел в голову, простите, Газима Каматову. Темп падает и, естественно, рефери произносит слово «активность». Вот была попытка как раз треугольника. Локти в ответ. А Воронков продолжает, как машина. Справа-слева, слева-справа. Очень тяжело. И еще порция ударов. Может быть, акцентов в них особого и нет. Но Давид старается не останавливаться. Активно работают и секунданты Гамадова. У него практически ничего не получается. Все. Ашота Шукян поднимает. Парней, стойкой будет еще минута. Всего лишь одна минута у Саида на то, чтобы что-то сделать в этом бою. Да, интрига начинается и закончится в этом раунде. Проход. И вот, собственно говоря, здесь, судя по всему, она и завершилась. И вот она попытка треугольника. 50 секунд. Вы посмотрите, что происходит. Просит поддержки там Саид Газимагомадов. Но публику больше переживает, естественно, за ростовчанина, за Давида. 30 с лишним секунд. Все силы здесь необходимо собрать Саиду, для того, чтобы постараться все-таки провести этот удушающий прием. Нельзя, нельзя бравировать сейчас Саиду. Нужно все-таки приемом заняться поплотнее. Ну, неужели ему не сообщали, в целом, как проходил поединок? Он все понимает. В любом случае, вот так начинает тарабанить буквально по голове соперника. Но голову к себе не тянет. И плотность замка там, конечно, оставляет желать лучшего. Последнее мгновение. И вот такие удары. Ну, что ж, Саид молодец, а, видимо, выигрывает Давид. Ну, что ж, планка, которую сейчас задают эти парни, достаточно высокая. Посмотрим, что будет впереди. У нас сегодня будут не только молодые, дерзкие, но и опытные ребята. Конечно же, в первую очередь. Это относится к Владимиру Игаяну, который выступит в главном бою вечера. Не только молодые и дерзкие, но опытные и дерзкие. Вот так бы я сказал. Потому что, действительно, карт собрался шикарный. Очень-очень интересные бойцы впереди. Разно стилевые. С большим или не очень опытом. И вот сейчас мы еще раз смотрим. Последнее мгновение. Да, вот здесь умудрялся еще немножечко на публику сыграть Саид Газимагомадов. Интересный бой. Но сил уже у ребят нет. Ну, а Давид Воронков сделал действительно очень много в этом поединке. Его борьба все-таки прошла. Слушаем решение. Уважаемые дамы и господа, в этом бою со счетом 29-28 единоклассным решением судей победу одержал Давид Воронков. Поздравляем Давида с этим успехом. И все-таки 2-1 по раунду. Саиду Газимагомадову. Да, вне всяких сомнений он был лучше, но надо обратить внимание на оппонента.